Медведи в Косихинском районе, лоси в центре Барнаула. В населенные пункты края все чаще стали наведываться дикие животные. Почему так происходит, каковы последствия такого явления и как вести себя при встрече с диким животным, обсудим с доцентом кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Еленой Шипедько. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос такой. На прошлой неделе наша съемочная группа была в Косихинском районе, где снимала медведей. Местные жители говорят, что раньше в их краях таких животных не замечали. И в общем-то последние пять лет, опять же это рассказывают селяне, медведи разоряют пасеки, мешают как-то людям. Как можно объяснить, что они пришли вот на эти территории, где прежде, казалось бы, их, наверное, не было или были? Ну, наверное, они здесь всегда периодически появлялись, просто люди с ними не сталкивались, ну, к своему счастью. На самом деле Косихинский район располагается в окружении таких очень лесных районов, как Тогульский, Заринский, Залесовский, Ельцовский, где и медведь. Это, в общем-то, обычное явление. Сейчас, когда численность медведей стабильно, они начинают активно расселяться, потому что они, в отличие от человека, подросших детенышей сразу изгоняют из семьи и заставляют его искать себе новое место жительства. Поэтому вот это активное расселение медведей обычно человек и застает. Последние кадры, вот которые как раз были, это как раз медвежата, сигалетки, подросшие уже, которые отправились в свободное плавание. Поэтому вот последняя встреча могла объясняться именно этим. Ну вот местные жители еще предполагали, что, может быть, причиной миграции животных могут быть лесные пожары. Вот лесные пожары, они как-то вообще связаны с тем, что мы наблюдаем? Ну, лесные пожары, конечно, связаны. Но здесь нужно учитывать, что вообще-то в наших районах таких лесных пожаров не было, чтобы массово выгорали огромные площади леса и чтобы медведи начали миграцию. С Красноярского края, естественно, они до нас не дошли бы, а где-то остались на других территориях. Вообще-то в природе лесные пожары – это частая причина расселения животных на новые территории. И с этой точки зрения, с биологии, конечно, это очень полезно для вида, потому что заставляет его искать новые места обитания. Ну вот следующий вопрос, может быть, специалистам покажется несколько наивным, но тем не менее. Вот Косихинский район, вы говорите, там леса. Это понятно, но он же недалеко от Барнаула, и, в общем-то, и Барнаул окружает у нас ленточный бор. Можно ли предположить, что, например, медведи запридут ближе к Барнаулу? Ну, предположить-то, конечно, можно, но я думаю, в реальности этого не случится. Дело в том, что медведю, как виду, нужны темнохвойные леса. То есть это еловые леса, чтобы были какие-то открытые поляна рядом с богатой травянистой растительностью. Сосновый бор в этом плане не подходящее место для жизни. Во-первых, он очень открытый, а медведь любит более закрытые территории. И, кроме того, в сосновых лесах, если вы обращали внимание на наш нагорный лес, очень маленький подрост и очень маленький травянистый покров, где корм себе медведь, который является всеядным животным, фактически и не найдет. Поэтому вероятность встречи здесь, ну, крайне низкая. Это какие-то там эксклюзивные случаи могут быть только. Успокоили. Ну, вот на примере того же Косихинского района хочется спросить, а чем опасно такое соседство медведей для людей? Если год благоприятный по кормовым условиям, то, в принципе, прямой опасности и угрозы для человека не существует. Дело в том, что медведь у нас – это промысловый вид, это животные, напуганные охотниками, и, в принципе, человека они боятся. Ну, вы видели в сюжете, когда клаксон трактора издал звук, медведи моментально убежали, даже не попытались ничего сделать. Поэтому людям, которые отправляются в лес собирать ягоды и грибы, самое важное, как ни странно будет звучать, вести себя громко, а не тихо. Опасность представляет только напуганный медведь, который может броситься в вашу сторону, а не в противоположную. В этом случае риск есть. Как правило, во всех остальных случаях это относительно безопасно. Конечно же, большую угрозу может представлять медведица с медвежатами, но здесь материнская агрессия, она ни с чем не сравнима, поэтому этого стоит остерегаться. Во всех остальных случаях медведи, ну, 99%, они попытаются от вас убежать и ни в коем случае не напасть. Поэтому главное не стать неожиданностью для этих медведей. А если стал? Если стал неожиданностью, то главное не поворачиваться спиной и не убегать, потому что вы помните, что для хищника все убегающее – это добыча. Значит, вы испугались, значит, вы его добыча потенциальна, и он за вами может броситься. А если учесть, что медведи в крае, ну, крупный медведь весит 300-350 килограммов, то вы можете представить, если вас этот медведь, который в несколько раз больше вас по массе догонит, то, конечно, последствия однозначные могут быть. Причем у нас еще относительно мелкие медведи. Самые крупные бурые медведи весят до 700 килограммов, то есть практически тонна весом. И вопреки бытующему мнению, медведь – это не как Винни-Пух, такой очень увольненеподвижный. Это очень подвижное животное, спокойно догоняет лошадь. Поэтому, если вы сможете с такой скоростью бежать, вы спасетесь. Если нет, то нет. Поэтому нужно оставаться лицом к медведю и постепенно отступать назад, не показывая никаких резких движений, чтобы медведь успокоился. Он может порычать вашу сторону, сделать вашу сторону несколько шагов, но, в принципе, он должен отступить. Главное – не убегать. Вот это самое главное. На какие меры придется идти, если медведи все-таки начнут наносить значительный ущерб сельскому хозяйству? Вот вы сказали, при достаточной кормовой базе они у нас особой опасности для людей не будут представлять. Но, опять же, мы знаем от людей, что они уже разоряют пасеки. Значит, получается, корма-то им не хватает. Ну, им не хватает ни корма, им не хватает сахара, конечно. То есть фруктоза, меда – это просто для них самое замечательное лакомство. Поэтому они даже не столько как основной источник пищи пасеку рассматривают, сколько сладость, как мы магазин с конфетами или еще что-то из этой серии. Но в реальности, конечно, и есть случаи, в крае регистрируются, когда медведи нападают на домашний скот. Вообще, кстати, они редко очень нападают на крупных копытных. Это обычно только старые медведи. А так они предпочитают падалью питаться, если мясную пищу имеем в виду. А основной рацион – это растения различные, корни, древесная растительность какая-то, травянистая растительность – основа рациона, грибы, насекомые, все что угодно. Но в этом случае у медведей опасность представляет в какой ситуации? Если он попробовал вот этого легкого мяса, потому что домашняя корова, которая находится в загоне, она, конечно, совершенно беззащитную, бежать не может, то такие медведи только к отстрелу подлежат. Потому что, распробовав один раз вот эту вот такую легкую еду, ну, дармовую, как называют ее охотники, они возвращаются сюда снова и снова. Если случаи нападения на человека, ну, в крае, в самом, я не слышала о таких случаях последние десятилетия, в Горном Алтае были такие ситуации, то такие медведи тоже однозначно подлежат отстрелу. То есть их охотники выслеживают и уничтожают, потому что животное становится очень опасным для человека. А кто вообще регулирует численность животных, которые вот уже вблизи населенных пунктов находятся? Ну, вообще в каждом районе есть государственный инспектор, охотинспектор его так называют, который отслеживает ситуацию с численностью животных с помощью охотников, естественно. В одиночку это сделать невозможно при таких территориях нашего региона. И в этом случае, если численность избыточная, принимается решение о отстреле животных. Как правило, это взрослые самцы или старые самцы. Дело в том, что у медведей очень высокая плодовитость. 2-3-4 медвежонка, ну 4 может быть пореже, это частое явление, поэтому прирост популяции, если нет ограничивающих каких-то факторов, то может быть очень большим. Поэтому периодически, если возникает такая необходимость, отстрел плановый проводится. Если же сказать об охотниках, которые берут лицензии на медведя, то нужно помнить, что медведь очень сложный зверь в добыче, и не каждый охотник может его добыть. Поэтому, кстати, реализуется путевок у нас не очень много. Где-то 40% от взятых действительно реализуются на медведя. Остальные возвращаются, так как медведя добыть очень тяжело. Такой плановый отстрел на медведей, вообще, он когда был, если был? Ну, такой, чтобы прям мы по численности, такого не было. В европейской части России плановые проводятся отстрелы в некоторых областях. Это туда, к северу ближе, к северным регионам нашей страны. Там проводятся плановые отстрелы. У нас на территории края нет необходимости, потому что у нас последние лет, наверное, 15-20, у нас стабильная численность, порядка 1200-1400 особей. Им, в принципе, кормовой базы достаточно. Поэтому пока вот таких плановых отстрелов, чтобы проводились, у нас не было. Кормовой базы достаточно, тем не менее, все равно выходят к населенным пунктам, все равно встречаются с людьми, казалось бы, да? Ну, объясняли, конечно, вы выше причины, и тем не менее, вот, вроде бы и не лесные пожары, у нас таких их не было, вроде бы и кормовой базы достаточно, а вот даже в косихе встретили. Ну, да. Но дело в том, что, понимаете, как, когда идет расселение животных, то здесь уже вот эта достаточная кормовая база, она же достаточно для этой семьи конкретной. И молодняку все равно нужно расселяться. Это мы стараемся детей удержать у себя подольше, а там, ввиду большой конкуренции за пищу, надо молодняк сразу же расселять, отселять, выгонять, и поэтому они начинают вот эти свои походы. Какие-то походы у них идут успешные, какие-то менее успешные. Остальные годы могли бы они и идти, может быть, где-то они погибли по дороге, или там заболели, то что же никто не исключает. Поэтому такие варианты, ситуации возможны всякие. Понятно. Вот на днях еще в соцсетях разлетелось видео, когда лось у нас тут появился на набережной Барнаула. Вообще для нашего города такое появление, частое явление? Ну, если говорить о самом городе, то нет, конечно. То есть вот в центральную часть нашего города они не заходят. Это редкое очень явление, какой-то потеряшка, так скажем, назовем его. Но вообще-то в ленточных барах, вот здесь на горе, лоси были всегда. Я помню себя еще маленькой семилетней девочкой, и на кольце семерки трамвая, на кордоне, к нам выходил лось. Поэтому, в принципе, это явление существует здесь уже давным-давно. Поэтому удивляться тому, что здесь встречаются лоси, наверное, не стоит уж так совсем. Но есть одно большое но. Дело в том, что мы сейчас же очень активно вторгаемся в среду обитания этих животных. И поэтому, конечно, они чувствуют беспокойство со стороны человека, все возрастающее. И они оказываются окруженными в сети наших дорог, наших домов, и просто не могут найти выход из этой ситуации. Потому что у них генетически не заложена программа преодоления автомобильных дорог или еще каких-то препятствий в виде наших заграждений и так далее. Поэтому лоси вот и заходят в города. В принципе, это не только для нашего города характерно, это для многих городов, вплоть до Москвы. Получается, теоретически каждый из нас может встретить его. На прошлой неделе, мне кажется, или чуть больше, дней 10 назад на той же трассе здоровья чуть не сбили, опять же, животное. Вот это как раз все того же порядка ситуация. А в какие-то периоды он может вести себя, так скажем, наиболее агрессивно? Ну, такой период-то есть, конечно. Это когда идет размножение, у них активный период гона. Но в этой ситуации лоси стараются найти удиненные места вдали от людей, вдали от городов, чтобы не было беспокойства. В этом случае он может представлять опасность только случайно. Конечно же, он не рассматривает нас как своих врагов, и никогда лось специально нападать на нас не будет. Но в этом случае, если вы случайно оказались свидетелями вот этих сцен, когда он начинает реветь, и вы пошевелите веткой, находясь где-то в кустах, вполне вероятно, что лось может броситься на эти кусты, подумав, что там находится его соперник. В этом случае он опасен. Кроме того, у лося есть очень интересная особенность, ну, интересная в кавычках, конечно же. У него удары он может наносить передними ногами, чего от копытных животных мы не ожидаем, и фактически горизонтально нога идет вперед. То есть фактически как копье может ударить. Удар очень сильный. Животное крупное, несколько сот килограммов весом, поэтому, конечно, удар может быть смертелен. Поэтому лося, если вы встречаете на том же кордоне, как вот с нами было, главное не пытаться их чем-то приманить или еще что-то. Лось, конечно, может, есть вероятность, что он может к вам подойти, хотя они тоже у нас напуганы очень сильно человеком, но лось-то не понимает, что у вас один кусочек хлеба. Он-то ожидает чего-то большего, и никто не знает, как поведет себя дикое животное по отношению к вам. Поэтому в этом плане надо быть тоже осторожными. Дать ему спокойно уйти. Либо самому тоже спокойно отступать, да? Да, потихонечку отступать, да. Потихонечку отступать. Ну вот я так поняла, что дикое животное при встрече с людьми или там оказавшись в черте города, чувствует себя, конечно, наверное, непривычно, напуганно, да? А как вы вообще полагаете, вот сейчас время, когда дикие животные нуждаются в особой какой-то защите, охране, что мы действительно очень сильно внедрились в их там ареал, в их территорию? И вот или же нет, или же там, ну, как бы время от времени такие бывают, да, вот происшествия, ну, выходят они в город, ушли спокойно. Вообще просто не нужно лишний раз вмешиваться в эти естественные процессы. То есть как сейчас людям выстраивать вот это отношение к животным? Ну, конечно, вы задаете очень сложный вопрос, потому что над этим ломают голову ученые всего мира, так скажем, и экологи, и биологи, и зоологи, то есть специалисты разного уровня. В реальности, конечно, мы очень сильно внедряемся в природную среду животных. И даже не столько мы сами, сколько то, что мы производим. Это шумовые эффекты, это световые эффекты, наши подсветки, все, которые сбивают с пути животных и нарушают их ориентацию в пространстве. Поэтому, конечно же, вот найти эту вот тонкую грань, которая позволит нам сосуществовать, очень-очень сложно. Но пока мы стараемся это делать, я считаю, что у нас, во всяком случае, в России, в Алтайском крае у нас здесь, эта ситуация не настолько острая, чтобы, прямо сказать, уже катастрофическая. Но вот то, что мы все-таки постепенно входим в эту среду животных, и мы должны их понимать и должны учитывать интересы и животных в том числе, это, конечно, безусловно нужно делать. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Шепетько, сотрудник Алтайского государственного университета, доцент кафедры зоологии и физиологии, которая рассказала нам, почему дикие животные все чаще наведываются в населенные пункты и что делать при встрече с ними. До свидания. Продолжение следует...